вот он вот он волшебник просто какой запах вафелек он издает а его нутеллой мажет тут я вам отвечаю как в брюсселе я сейчас только что побывал идем на ту сторону чем ближе к воде тем лучше закат будем наблюдать едой уже непосредственно в городе вот это баги вот эта тема wild cat при нас я реально дикая кошечка так и береговой линии и морепродуктов каких-нибудь желательно криветистых ой как вафельками-то пахнет вот как тепло там было печки шторма машина замечательно да вот уже одну повесили она такое кто-то будет битой бейсбольный бегать и фигачить не вот тут вообще велик подвесили о прилив смотри докуда дошел ого мы метров я не знаю но метров на 30 точно вдаль еще ходили о вот здесь ветра не будет закрыта здесь сядем да посмотри пока я посмотрю прилив обалдеть при нас себе вау кайфово ой люди купаются даже при таких волнах где вон туда да здесь тоже будет ветер пошли вон там на площадь на главную площади не сядем и посидим давай вот-вот мне вот это устроить действительно флажки канадский израильский американский испанский ну сейчас да взглянем а то тот который марусь пошла смотреть грицена как в канкуне ну их нахрен я думаю здесь так живут здесь думаешь так же сейчас посмотрим но мне нравится вон там вот на втором этаже засесть ага забрилили все-таки сюда на второй этаж вот так тут выглядит все сидим выбираем кушаем и через час хотим успеть на паром хренаж себе греческий салатик я еще и креветки себе заказал огонь привет я не лопну деточка да это вкусно я уже прям вижу чувствую бальзамика оливки фета креветозы помидорчики на вкуснятина креветочки с пастой еще на второе еще тарелку чипса взял я голодный как волк реально марусь и рыбка приятненько нам раунд я настолько голодный был что я даже пасту эту доел ну нафиг что 20 минут до парома платим и возможно еще успеем холодно блин я потому что кстати прикола ради футболочка ручка и видите она такая снизу как футболочка сверху она обычного моего цвета калифорнийского я сгорел немножко хотел сказать и меня поэтому морозить сейчас где-то 24-25 градусов вовы я как скучаю по своему сиденье в окландере зицкатим как врубил ништяк было бы печечку включим машине завтра рождество мать его охренеть не так я себе представлял рождество в теплой стране если честно но завтра будет теплее днем то хорошо днем жарко потеешь ходишь вот короче на пароме увидимся объекта успели сейчас купим билетик и на 6.30 возможно успеем 6.30 это тупой отлично замечательно успеваем попугаи рут также стоило 500 фунтов блин чё у них местные тугрики а 500 песо чтобы доехать до города как она называлась чекила почти текила только не совсем короче едем в чекилу забираем машинку и потом я скажу сколько оля чикас коместа о здорово пацан все я сделал галочку у меня есть я спросил девочек как у них дела забираем машины и около 2 часа 40 минут ехать до дома ну точное время километраж скажу как засянем в нашу машинку и как ни странно смотрите билетики в очереди покупают а мы уже купили какая разница сверху все места у свободные пусто морозы говорит чур я снизу сижу и агры не ты одна сейчас мы здесь снизу засядем краской дышать будем ну да пофиг погнали кондиционер вон туда к окошку пойдем в какую-нибудь сторонку я хочу окошку пацан ты бегать будешь блин сядешь они еще откидывать самарусь как самолетики откинулся и спи сиди вот так вот замечательно ну чё поехали через полчасика будем на материке порой смотри там закат обалденчик о волна о еще одна волна нифига себе мы через две гигантские волны перепрыгнули он аж ход сбавил на на своем откуда они взялись просто две гигантские волны катамаран аж подпрыгнул а перед нами вот еще лодочка она пересекала вот сейчас мы обгонять будем кстати про водоросли спросили у нашего мужика который нам этот тур организовал вернее которого мы нашли чтобы он нам организовал он говорит да действительно их запрещено эти водоросли вытаскивать и что-то с ними делать видели какой прилив я до этого показывала совсем забыл рассказать так вот водоросли их просто складывают 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 височком закидывают перемешивают и все и когда прилив остров низкий сильно если бы не эти водоросли если они так не раскладывали вода ваш в деревню заходила и рано или поздно может быть остров вообще бы просто смыло приливом поэтому они типа с песком и все это как природная дамба и для песка тоже хорошо как бы водой раз волной и песочек обратно в океан уносит и потихоньку потихонечку так весь остров и унесет с водорослями песочек задерживается и у них все ништяк получается короче интересная штука молодцы я ни хрена не теплый ё-моё тут ветер еще на северный полюс приехали карлос и елизавета она сказала так ну что он там где-то машинка стоит ну что мы снова наши машинки погнали 2 часа 43 минуты 178 километров бак показывает что мы еще 209 километров пройдем нет к тому что если не будет заправки в джунглях мы не застрянем ягуарный нас не сожрет прощаться не буду я думаю еще увидимся не раз вообще ребятки скажу в мексике ночью кататься вообще зашибись опаснее ничего не может быть чем кататься в мексике во первых яма на дорогах во вторых люди которых нихрена не видно третьих вот эти вот бугры знак хрен он не отражает если ты знаешь что что-то будет спереди притормози если нету ты проиграл и мало ли какое животное выбежит в бахе например коровы были тут очень непонятно чем сейчас самое клевое в таких ситуациях выбрали одну машинку держите за ней расстояние не знаю там 50-100 метров зато все будете просматривать и она будет тормозить тому вы тормозите ведь объехала дырка значит где-то будет вот и правильно и мы дырку объехали вернулись на свою полосу замечательно а да кстати мы сейчас же будем менять округ юкатан въедем и там часовой поезд сменим вот так вот час назад проехали первую деревню сейчас cantony 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 кин через 30 километров будет бодрый чувак что это у него я не знаю что за машина honda нет не санчик а это же верта как у меня охренеть чувак 130 дорогу идет и сначала за ним встал думаю ну и ништяк за тобой поеду ну что-то он псих еще больше чем я но его нафиг а свои 110 еду никого не трогаю по-моему здесь 90 разрешено а вот видите как хорошо за местным ездить который знает где как повернуть с дороги он реально красавчик знает где к какому краю прижаться потому что тут мест тут место такое пошло где конкретно асфальт убитый ох ни хрена себя не на воричке а там прям вообще кусок асфальта вырыван спасибо братан красавчик давай братан красава поехали успею давай сразу этого следующий рису его встречка ух ни хрена себя дыры в асфальте может подальше от них ехать на голоде я хочу их обогнать чтобы они не дымели и этого давай сразу хотя нет это этот наглый который летает как шумахер за ним будем ехать это братан просто красавчик варичку включает что все сзади видели что здесь задница на дорогах вообще полная бугры бугры за буграми давай я тоже для следующего включу так мы подъехали городу кантунилкин который до этого я говорил что 30 километров до него оставалось и сейчас мы сворачиваем направо то есть мы приехали слева так сказать а уезжаем дальше направо и все следующую дорогу дальнейшую мы уже не видели не ездили боже мой какое небо звездное обалдеть безоблачный он там большая медведица маленькая медведица шутка я вообще не вижу ни одно созвездие на дофига всего всяких звезд раскидана чё ехали час 57 129 километров охренеть тут у нас три дня дожди поливали здесь ёшкин котури кошечка все побери оба побережья штатов затоплены от дождей кстати этот кантунилкин кантунилкин мы приехали флорида вся плавает калифорния ну там стороне лос-анджелеса плавает жесть какая-то вот она поливала здесь меня не буду рисковать у нас горючки на 160 километров ехать еще 130 мало ли чё заправимся прошлый раз где мы были в луизиане в техасе не очень круто вышло если она все работает х а доход чучки карты можно наверно заплатить или на налички им даешь с какой стороны бакс моей сюда иди братан ты чё делаешь жить надоело ухренеть собак я не знаю бегают под колеса выбегают и надпись не управляю уставшим не выпускайте собак блин на дорогу короче заправились вот еще стоит смотрите просто так вот весь город усыпан собаками вот буквально две-три минуты назад пересекли границу округа юкатан и теперь ждем когда часы перейдут на час назад все также показывает 8 вечера движемся в направлении 7 часов 90-80 больше не еду реально опасно дорога убитая животные на дороге машины с дальним и поворот за поворотом ну так на прямой можно соточку дать но не больше реально опасно я догнал этого психа на версии прикиньте вот он у него оказывается жена и любовница походу и маленький ребенок он в туалет захотел они тормознули здесь а я себе рэдбуль хотел купить они играть нет рэдбуль извини кока-колу горит купи купил кока-колу маруси воды и шпарим дальше час 34 106 километров реально среди джунглей где-то вот деревня какая-то и все и дальше опять стена из сейчас может покажу может видно будет больше 98 90 я больше не еду потому что ну его нафиг невозможно вот просто стена из каких-то деревьев то ли мангр то ли хрен понять что и с убитым асфальтом поворот за поворотом видно так не видно вряд ли да страшно на самом деле тут прям нифига себе мегаполис ларечки улицы освещаются вон люди кукурузу бананы продают вот женщина с детьми дети не спят нафиг в такое время суток а время поменялось 7 часов 18 минут юху вот они не спят потому что 8 18 возможно бы они уже спали да да очень не обратил внимание когда время поменялось за все перешло назад за часок что мы рановато в отеле будем полтора часа еще смотрите пацанчик 2 девчонка блин налетела на ближайшего полицейского не видел он жарят что-то готовят собачка проезжали до этого деревню реально два или три дома и все и типа как пятачка какого-то автобусная остановка там три чувака стоят лет так по 12 по 13 у каждого моторашка какая-то аля мопед и все игру как так жить можно это все три пацана в деревне больше молодежи нет то есть у тебя друзей других нет помимо своих друзей другой компании нет тебя врагов нет не подерешься ни с кем не поспоришь как-то шить можно люди так живут представляете я не знаю я настолько социальный человек что блин мне мне надо чтобы дофига народу вокруг меня было или я тусил вокруг дофига народу ну так не еще поехали до следующей деревне это просто блин жесть какая-то я еду медленно рассматриваю дома как люди живут внутрь просто просматриваться там гамак умывальник какой-нибудь туда-сюда мужик идет на пол дороги просто я думаю полицейский стопудово с автоматом все дела машет мне рукой фонариком я открываю доброй ночи он мне такой тоже доброй ночи туда-сюда игрит чё и я ему вернее говорю я нифига не понял верит куда едете варуся говорит туда едем откуда едете а потом что-то еще переспросил оба не поняли он говорит туристы да да туристы что-то еще махнул на окно я ему открыл заднее окно посмотрел есть там кто нет никого говорит откуда мы говорим с калифорнии туристы да 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 туристы и говорит право вот такие чё номер лайсенс ну маруся полезла доставать мои права он горит есть право я грудь да да есть вот типа сейчас доставят он горит хорошего пути просто представляете он спросил есть ли у меня право я сказал да и он горит езжай дальше мне нравится эта страна лэф так лэфт поехали просто на доверие есть право да есть езжай если у тебя ты грыж есть право езжай сынок вот дядька добрый какой попался так ну чё ехали до следующего города город тизимин через сорок четыре километра будет а тут у нас походу тоннель из деревьев до придашь себе а блин фары низко задраны нифига не видно тут реальный туннель из деревьев за него вообще ни хрена не видно еще сплошная пошла мужик ты хоть моргнул когда можно там когда нельзя вообще никому льфой 70 километров в час все за подстава вот сейчас поворот в нашу сторону погнали гони вир загони замечательно не один так другой вообще у него номера калифорнийские напечатанные что ты хочешь вообще объясни мне поворотник дальний выключи ты сейчас за мной поедешь город тизимин вот сейчас полицейский участок при въезде при выезде то же самое вон город большой прям пробки на светофорах а полиция стоит тизимин значит ну тут прям я не знаю дворцы отели улицы освещаются ну прям большую по карте это реально большой город на право говорит на право так на право здесь асфальт чистенько убрано асфальт целый не убитый бочком будем город обходить 51 минута 54 километра еще можете представить да с какой скоростью мы передвигаемся передвигались бы если бы ехал по правилам я не еду 80 70 ограничений я 110 вот так вот летаю когда это возможно по прямой когда дальний включаешь видно на расстояние что там происходит можно и нажать немного хрен наш себе город посмотрите по местным меркам реально мегаполис у него весь центр стоит он аж красный бордовый потом уходит в оранжевости потом только зеленым как паутинка расходится по экрану мы его бочком объезжаем чтобы там не стоять в пробке замечательно завтра-послезавтра его будем днем проезжать посмотрим на него людей новый год уже филис на видат не вы просто посмотрите замечательный замечательно алта дети в прятки играют забежал в магазин другой на велике и ездит по кругу ищет его ну я бы вам сказал город действительно немаленький вот мы уже сколько едем бочком бочком нет по карте вижу сколько мы проехали и масштаб города на карте ну да приличный ребенок с рюкзаком на велосипеде из школы что ли давайте ребятки ух гоу-гоу-гоу 200 метров turn right якля мужик дверь закрой а то то скоро так двери не будет закрывать нечего turn right turn right нет никого поехали блин все светится все украшено красота и какая-то одноэтажная мексика нет вторых этажей просто одноэтажные домики ну помимо от отелей чего-то такого красота въехали в деревню под названием Кикль я в шоке слышала бы моя бабуля что такая деревня есть поугарали бы ну раз мы в мексике послушаем испанские песни от Дженнифер Лопес замечательно вот тут у нас повеселее пошло на спидометре 135 140 просто меня сейчас аутландер нарисовал я за ним пристроился хорошо братан идет я как задумался это мои фары так же светят он мне просто сзади ехал светил я думал я ослеп но сейчас я его пустил вперед теперь он мне там на 10 км дорогу освещает красавчик так быстрее доедем ехать нам еще 14 минут осталось хоть как-то не скучно пошло при скорости 130-140 а то до этого сотню ехал блин блелся как не знаю кто братан не заставляй меня тебя обгонять между прочим не каждый день увидишь фара от ландера какие они красивые а сзади представлю обалденчик нет не вижу какие у меня как они светят ну что мы прибыли отпустил я оландер в свободное плавание пускай дальше едет Рио Лагартес собственно говоря то место где мы сегодня будем ночевать сегодня у нас здесь отель на одну ночь ибо завтра мы будем ночевать снова в другом месте замечательно паркуем машину и заселяемся ехать еще 6 минут 2,3 километра вот он аутландер красавчик ты братан он успел развернуться остановиться так Рио Лагартес замечательно мы снова вернулись к морю там в страну уехали вглубь потом параллельно море уехали вот она Рута Фламинго завтра поедем на этих красных птичечек смотреть я думаю больше чем мы видели в Боливии в Перу ну за ту поездку больше мы нигде не увидим ну здесь по крайней мере good заселяемся а тут филис а тут филис на видат тоже это что это гольф это второй гольф да ладно первый гольф обалденчик вот мы к центру подъехали вернее уже в центре мы прямо в центре живем хренаж себе вон море через две улицы впереди вон там так здесь там еще прямо и на следующем налево замечательно я так трезвый образ жизни начну вести сегодня опять без пива походу или нет это шмотки действительно без пивасика ах отель табаско рио вот мы прям в табаско живем прикиньте и прям возле отеля дискотека там музычка колбаси дела мужику едь я там парковаться собираюсь вообще-то а нельзя здесь парковаться сейчас где-нибудь развернусь придумаю вот тут что площадь каток фига себе так мотоцикл я назад сдаю отель табаско клево мне нравится я знаю что здесь так же как у нас в штатах фигова туча разновидностей бордюра красный, желтый, зеленый, синий но вот бирюзового я еще не видел я честно не знаю что он значит и стол бирюзовый и вообще тут дофига короче кинул я здесь версию сейчас узнаем можно ли там стоять прям в отеле посмотрим куда нас занесло ну это прям отель отель табаско табаско это я люблю вот елочка а это не каток это просто площадь с лавочками красиво что отель табаско риво хрен наш себе тут смотрите калифорния не калифорния и мексика ежик сплошной калифорния сплошной ежик европа то же самое знаете кто с астаны были из это 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 кто здесь возле октябрьская возле актюбинска что это здесь не знаю кто это там живет с казахстана 2 и о с монголии один был фига себе карта вот так мы жить будем сейчас нам номерок дадут замечательно как так ни хрена себе у них ребятки с сан-франциско никого нет вот прям сюда втыкай вот оп мой я внес свои лепты ништяк а то блин с окланда есть сан-франциско нет представляете окланд и палуалто и кто еще там окланд хрен это даже не палуалто у них лос-анджелес сан-хосе сакраменто да сан-хосе и сакраменто ну и теперь сан-франциско так какой номер парковка говорит есть могу показать сейчас проведу говорит нахрен парковка можем мы там стоять да можете второй этаж замечательно ох ты как это не фламинго Марусь это ацапельки и мангровое дерево и рыбки крабики ты что уже убитой спать хочешь? а мне еще сейчас фоточки выложить видосики разобрать на ту сторону 18-й забирай меня скорей увози за 100 морей там что-то про 18 мне уже тадам 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 ой я примерно представляю как комната выглядит фигася тут общага на двоих а у нас так же будет хрена себе мы зашли в нашу комнату у нас люди на балконе сидят ну это они соседи наши он говорит вам типа балкон нужен? ну мы говорим нет не надо значит там балкон вот он это и имел ввиду так откройся пойду поздороваюсь что-ли ай хара прикольненько ну что сейчас закроем шторки и спать вот как-то так живем ребятушки на этой нотке целую вас в пузико лайк ставьте подписывайтесь коментите завтра с утречка увидимся